Вот и отремели разряды новогодних фейерверков, снопики искр бенгальских огней остались в прошлом, в холодильнике в советском судочке осталось лишь пару ложек селедки под шубой, и жизнь в новом году постепенно настраивается в привычное русло. Как бы там ни было, первую самоделку в новом году я хочу сделать относительно простой, оригинальной и, я бы даже сказал, душенной. Антон, мое имя, рад вас приветствовать, давайте приступать к делу. В качестве материала я буду использовать кусок ножки от советского стула. Такого вторсырья у меня скопилось достаточно большое количество, и я стараюсь по возможности его активно использовать, не пропадать же добру. К слову, если я не ошибаюсь, конечно, порода дерева орех, что придаст изделию большей экзотичности. Но посмотрим в будущем, как этот самый орех будет смотреться. Пока что отрезаю отрезок с некоторым запасом по размеру. Резку выполняю и вдоль. К сожалению, на данный момент времени лобзиковой или ленточной пилы у меня нет. Поэтому я вынужден выходить из положения альтернативным способом. Сей самый альтернативный способ подразумевает под собой обработку всех поверхностей на фрезерном станке. Точнее говоря, на ЧПУ станке. Конечно, это занимает и займет достаточно много времени, зато заготовка получается идеально ровной. Роботизированная обработка, да еще и под контролем электронно-вычислительной машины, делает свое дело. Да, между прочим, кроме обработки с обеих сторон, заготовку я еще и разделяю на сегменты. По моему замыслу, две детали будут выполнены из дерева, и еще две, соответственно, из пластика. Удаляю с получившихся сегментов остатки двустороннего скотча с помощью растворителя и обрабатываю торцы наждачной бумагой. Сильно не усердствую, дабы не повредить правильную геометрию. Правильность формы в нашем случае крайне важна. Опять же, чтобы обеспечить максимально плотное и ровное прилегание сегментов, склеивание выполняю на ровной плите. Ну, а чтобы детали ни в коем случае не приклеились к ней, использую самый обыкновенный скотч. В качестве клея применяю эпоксидный. Подчеркиваю, это именно клей, а не смола. Здесь принципиальное различие. Отличие кроется. Да. Умею я все-таки объяснять нормально. Отличие не отличие, но это тот самый случай, который, как правило, я не показываю. Я говорю о неудаче, приключившейся с заготовкой. С самого начала обработки что-то пошло не так. Но, как известно, червоточинка появилась всему яблочку пропасть. Зато я решил несколько пересмотреть дизайн, выполнив его в шахматном порядке. Для этого я нарезал необходимое количество кирпичиков, назовем их так, и склеил их в единое целое. Эту цельную заготовку выравниваю, чтобы получить базовую ровную плоскость. Без нормальной плоскости я не смогу выполнить фрезеровку с обратной стороны. Это очевидно. Выравнив пластико-деревяшку, я также профрезеровал по центру отверстие. Отверстие необходимо для того, чтобы впоследствии упростить себе задачу по установке фрезы четко по одной оси. На руки не обращайте внимания, борщ варю знаете ли. Слава украинскому борщу. Слава. Таким образом устанавливаю сверло в заранее просверленное в жертвенное ДСП по центру отверстие и уже через него приклеиваю заготовку. Снова запускаю фрезеровку и выбираю рисунок на глубину примерно 0,8 мм. Да, рано я праздновал победу. Эпоксидный клей, которым я склеивал сегменты, при взаимодействии с фрезой начал плавиться, наматываясь на инструмент. Соответственно, это негативно сказалось на обработке. Соответственно, получился очередной брак. Недолго думая, я решил вернуться к старому доброму алюминию. И чтобы этот алюминий было проще фрезеровать, заготовку я предварительно отжег. Алюминиевая заготовка также была отбракована. Короче, я еще раз все переделал. Мое упорство было наконец вознаграждено. Получилась вполне удачная латунная деталь. Промываю эту самую деталь в растворителе. Прохожусь наждачной бумагой, дабы удалить мелкие заусенницы. И полирую. Промывочка в растворителе. 7 звезд, аж желтый столб. Лучно сприт... Из завода-то, в общем-то. Полирую в два этапа. Черновая обработка с помощью войлочного круга. И финишная с помощью мягкого шерстяного. Между прочим, пасту ГОИИИ я не использовал. Разумеется, с последней полировка была бы более быстрой. Но, с другой стороны, она бы проникла в гравировку. И вычистить ее оттуда было бы еще той задачей. Не захотел я этим заморачиваться. Еще той задачей оказалась подготовка защитного стеклышка для лабиринта. В самом начале, еще с момента возникновения идеи этой самоделки, я планировал задействовать оргстекло. Отказался от этого я по одной единственной причине. Все дело в том, что оргстекло быстро царапается и утрачивает свою прозрачность. Выбор пал на относительно мягкий, но при этом очень стойкий к затиранию пластик. Ровную окружность я, конечно, вырезал, но столкнулся с другой сложностью. Убрать достаточно большой заусенец. Срезать ножом было не вариант, поскольку в таком случае возникал риск оставить глубокую царапину. Пришлось забрать свое терпение в кулак и медленно, по чуть-чуть, работать наждачной бумагой. Кроме стекла для лабиринта, я подготовил еще и шарик. Этот самый шарик был добыт из самого маленького подшипника, который мне удалось найти в своих запасах. Для большего понимания происходящего, диаметр шарика всего 0,6 мм. Шарики настолько крохотные, что ваш покорный слуга половину их растерял. Из шести осталось только два экземпляра. Одному из этих экземпляров и суждено сыграть судьбоносную роль в нашем изделии. Тщательно промыв в бензине, располагаю избранника по центру лабиринта. Промывка обязательно, ибо очищает шарик от смазки, которая препятствовала бы его свободному перемещению. Крепление стеклышка я произвожу с помощью прозрачной эпоксидной смолы. Да, согласен. Лучше использовать было бы прозрачный клей. Например, клей для монтажа защитных стекол на смартфоны. Однако у меня такого пока что нет. В общем, вооружившись тонкой кистью и установив стекло, наношу эпоксидную смолу. Очень, 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 очень. Надеюсь, что эта смола действительно прозрачная и не создаст мутного покрытия. Мутного покрытия не получилось. Получилось абсолютно прозрачное покрытие, которое мне и было необходимо. Правда, на камеру кажется, что заливка получилась неравномерной. Но спешу вас уверить, что это иллюзия. Я давно заметил, что объектив моей камеры сходит с ума. При фокусировке на материалы, имеющие глянцевую поверхность, искажая тем самым реальную картинку. Что касается непосредственно лабиринта, то и здесь все завершилось успехом. Как я и предполагал, шарик очень хорошо бегает по дорожкам. Хотя из-за небольшого веса и очень крохотных размеров довести его до финиша крайне сложно. В общем, теперь будет чем заняться, стоя в очереди, на почте или еще где-либо. Вместо втыкания в телефон буду проходить лабиринт и достигать успеха. Пишите свое мнение лайками и ставьте комментарии. Не сомневайтесь, думайте, верьте, действуйте. До свидания, ребят. Субтитры создавал DimaTorzok